ПТУ Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и вы попали в мое ПТУ по созданию летсплеев. ПТУ именно потому, что я не являюсь профессионалом в данной сфере, а ПТУ славится именно тем, что выпускает непрофессионалов. Сразу предупреждаю, что способы создания летсплеев и обзоров, изложенные в данной серии видео, это лишь мои предпочтения. Они не являются правильными или неправильными, просто так удобно создавать видео мне, и возможно только мне. Это будет не одно видео, которое учит всему, а именно серия различных видео, посвященных одной теме. Я решил сделать именно так, потому что в одном ролике изложить все довольно трудно, и будет он продолжительностью минут 30-40, если не больше. Людям просто сложно будет смотреть все это целиком. А так вся информация будет разложена по полочкам в разных роликах. Итак, по порядку. Первое, что нужно для создания летсплея, это программа видеозахвата. Лично я вижу два пути. Первый – Фрапс, второй – Бандикам. Конечно, есть и другие программы, но эти два являются наиболее популярны у обзорщиков и летсплееров. Итак, Фрапс. Что он умеет? В общем-то все, но чуть меньше, чем Бандикам. Начнем с складок. General. Содержит основные настройки программы, такие как запуск программы сразу свернутой, сделать Фрапс поверх всех окон, запускать вместе с виндой. Эти три галки довольно бесполезные, и все три у меня лично сняты и никогда не нажимались даже. Важной же галкой является только одна – монитор Aero Desktop, DWM. Поставить эту галку вы можете снимать рабочий стол и различные окна, которые не являются 3D-приложением. Как вы понимаете, при записи этого видео чекбокс выделен. Ну и последняя, пятая галка, тоже довольно бесполезна. Она просто позволяет сворачивать Фрапс сразу в трей и не держать его на панели задач. В принципе, она у меня зажата. Ну а что ему в панели задачи-то делать? Следующая вкладка – ФПС. Самая главная задача этой опции – это показывать ФПС в играх как во время записи красными цифрами, так и желтыми цифрами, когда запись не идет. Это удобно, я не вижу причин отключать показ ФПС в играх, хотя некоторые так делают. Расположение счетчика на экране можно менять и бла-бла-бла, это неинтересно. Еще одна функция – это Benchmark, то бишь замер среднего ФПС за определенный отрезок времени. Имеет какие-то там настройки, но я лично никогда не интересовался этой фигней. Я и на глаз могу определить, проседает у меня ФПС или нет, так что на этой вкладке мы закончим. Самая главная вкладка – это Movies. Тем не менее, в ней довольно мало опций. Первая – куда будет сохраняться видео. Ну это понятно, объяснять, думаю, не надо. Далее – горячая клавиша. Для начала записи. По умолчанию в 12, в общем-то, я ее не менял. Следующее – с какой частотой кадров будет записываться видео? Человеческий глаз различает 24 кадра в секунду. Но это не значит, что 24 ФПС в игре будет достаточно. Как правило, для большинства игр достаточно 30 ФПС. Однако, если вы играете по сети, то лучше поставить 60. Если в сингле разница между 30 и 60 почти незаметна, то когда играешь по сети, это довольно критично. Тем не менее, ФПС больше 60 не имеет смысла, поэтому в играх вертикальная синхронизация ограничивает ФПС именно 60 кадрами. Почему же не поставить тупо 60, спросите вы? Потому что чем больше ФПС в видео, тем больше оно будет весить. Для некоторых это критично, поэтому лично я ставлю ограничение 30 ФПС, когда играю в сингл игру, и 60 ФПС, когда играю по сети. Далее, настройка Full Size или Half Size. Тут все ясно. Во-первых, при половинном размере видео будет весить меньше. Ну и качество у него будет хуже, потому что ФПС его сжимает. Но это не единственная проблема у этой опции. Если вы играете в игру в Full HD, у вас разрешение 1920 на 1080. И половина от этого это 960 на 540, что не является даже просто HD. И чтобы это видео зарендерить до HD качества, придется увеличивать его разрешение. А это всегда плохо сказывается на качестве. А оно у нас, как вы помните, и так уже пережато ФПСом. Так что я снимаю всегда в Full Size без потери качества. Следующие настройки идут для звука. По сути, нам тут важна только одна галка. Это Record External Input. Ее необходимо поставить, если хотите вместе с видео записывать звук с микрофона. Иначе вы будете говорить в пустоту. В конечном итоге будет записан только звук игры. Также есть Checkbox Hide Mouse Cursor NVIDIA. Тут тоже все ясно. Если не хотите, чтобы отображался курсор, то поставьте эту галку и все. Также в более-менее новых версиях ФРАПСа есть возможность записывать видео не кусками по 4 гигабайта, как это было раньше, а одним куском. К этому мы вернемся на следующих парах. Пока скажу только то, что разницы большой и нет, если не влияют различные внешние факторы, типа дерьма Sony Vegas, но об этом позже. Я сейчас снимаю файлы одним куском, хотя можно, естественно, и по старинке писать по 4 гига. Последняя вкладка Скриншот. Ну тут совсем делать нечего, поставили горячую клавишу и все. Хотя, возможно, кому-то понадобится автоматическая съемка скриншотов, например, каждую секунду. ФРАПС позволяет это сделать, тупо оставите галку, устанавливаете периодичность и жмете на горячую клавишу в приложении. Все. Пожалуй, обзор ФРАПСа мы на этом закончим и начнем осматривать Бандикам. По сути, количеством настроек они почти не отличаются и делают все одно и то же, но Бандикам все-таки чуть больше. Например, у него есть не только кнопка начать, остановить запись, но и кнопка паузы. Это значит, что, когда вы будете записывать видео, и мама зайдет к вам в комнату и скажет, типа, «Сынок, иди мой посуду!», то вы сможете поставить запись на паузу, помыть посуду, снять с паузы, и Бандикам будет продолжать записывать видео в старый файл, а не начнет новый, как это сделает ФРАПС. Это, конечно, плюс, но не очень-то существенный, немного упрощает монтаж, но это не то, ради чего стоит бежать менять свой ФРАПС на Бандикам. Следующий плюс – это то, что можно самому определить область съемки, тогда как ФРАПС снимает только приложение целиком, и это уже будет полезно для тех, кто снимает не только игровые видео. Последнее существенное отличие – это то, что Бандикам жмет видео при записи, и плюс это или минус вы уж определяете сами для себя. Во-первых, пережатые файлы весят меньше, это, конечно, плюс, но и качество у них хуже, так как Бандикам тупо у него нет времени долго рендерить видео, и в алгоритме сжатия они идеальны, и это, естественно, минус. При этом, естественно, такие сжатые файлы не будут быстрее рендериться в видеоредакторе, а вот то, что еще больше, возможно, убавит в качестве – это вполне себе факт. Ну и мое последнее против – это то, что из-за того, что Бандикам шмет видео, неважно, поставили вы в настройках лучшее качество или не лучшее, half-size или full-size, он будет делать это в реальном времени, тем самым загружая ваш комп. Именно поэтому я отказался от Бандикам, а если фрапс в игре показывает при записи 28-30 фпс, с Бандикамом фпс может проседать в тех же абсолютно местах 22-24 кадра, что уже жутко мешает. Ну и плюс ко всему, у меня общий объем жестких дисков 3 терабайта, и нехватки места я не испытываю. Если у вас всего пару сотен гигов свободного места на запись видео, то стоит задуматься о Бандикаме. Какой же можно сделать вывод? Обе программы хороши, без сомнения. Они пользуются авторитетом у различных обзорщиков и летсплееров. Бандикам экономит вам место, но качество видео теряется. Фрапши чувствует себя на вашем жестком диске, как Наполеон, готовый захватить абсолютно все кластеры. Ну и качество видео 100%. Выбор, конечно, за вами, а я кину последнюю палку в огород Бандикама, и пусть меня тут назовут криворуким лаймером, гребаным пиратчиком и тому подобное, но крякнуть Бандикам на порядок сложнее, чем Фрапс. Фрапс, по сути, крякать даже не нужно. Скачайте зарегистрированную версию, и все, и пользуйтесь ей. Он не будет лезть в интернет, в реестр, еще куда-то просто. Скачали уже крякнутую версию и установили ее. Все. Так что Фрапс — это мой выбор. Ну а свой вы делаете сами, исходя из этого видео, может быть. Я надеюсь, я кому-то помог. Ну а домашним заданием будет просто выбрать для себя программу для записи, собственно, Фрапс или Бандикам, может быть, что-то третье. Напишите в комментариях, если вы считаете то, что есть какая-то программа, которая лучше обеих этих вместе взятых. Я, возможно, посмотрю ее, сделаю на нее такой же маленький обзорчик с ее функциями и тому подобным. А пока подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, лайкайте это видео, если оно вам понравилось, вступайте в группу ВКонтактики и советуйте ее друзьям, если хотите. Можете вообще ничего не делать, я не обижусь. С вами был Сэд. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok